Я родилась в Узбекистане, и это очень древний город Марканд. Но потом я приехала в Россию. Сначала я хотела очень поступить на японскую филологию, в Санкт-Петербургский университет. Но, к сожалению, не прошла по баллам, не потому что не подготовилась, потому что, к сожалению, брали детей из специализированной Санкт-Петербургской школы. И, получается, я когда закончила свою учебу, у меня было два диплома. Я, получается, настраивала банкоматы, настраивала первые в городе пластиковые карты, заключали первые договора на пластиковые карты, когда они впервые появлялись в России. Потом случился Саша. То есть у меня родились двойняшки, один из которых, к сожалению, в последующем получил диагноз аутизм. И мне пришлось полностью поменять всю свою жизнь. Я получила диплом дефектолога. И очень-очень много различных образований, связанных с детьми, с особенностями развития. Потом мы с сестрой основали НКО. Потом мы открыли ресурсный класс в Леснокородской школе. Сейчас он очень перспективный, один из самых лучших в России. Именно ресурсный класс по детям с аутизмом. Это проект главы и управления образования. Там мы занимаемся с детьми с особенностями развития, конкретно с аутизмом. Соответственно, потом мне предложили стать директором школы «Надежда». Сначала она была с нескольких кабинетов. Это были просто классы в квартирах. То есть это было несколько квартир в обычном доме. Потом появилось это здание. Потом у нас появилась Можайское шоссе. Это где? Гребневская церковь. Потом у нас появилась Насколково. В школе флагман целый, получается, рекреация. У нас очень большая радость и счастье. В ближайшее время мы должны переехать в новый корпус. У нашей школы будет свое собственное здание, которое полностью под нас. С доступной средой, с лифтами, с продуманными кабинетами. Это то, чего мы очень ждем. У нас очень большие планы. Продолжение следует...